Анна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в Одессе. У нас к вам несколько важных вопросов. Мы хотим, чтобы вы с нами поделились опытом. Как изменилась в культурном плане за последние несколько лет Грузия? Я думаю, в культурном плане любая страна постоянно меняется, в том числе и Грузия. Одно из таких основных направлений, на котором мы сейчас работаем, не только министерство, а непосредственно это культурная политика, документ культурной политики, который мы создаем. Естественно, все приоритеты и все уже программные функции, они тоже поменяются. Какие реформы проводились в Грузии в культурной сфере? Они выполнялись за счет государственного бюджета либо за счет каких-то грантов? На данный момент это основная реформа, то есть основное направление культурной политики, он кроме государственных ресурсов, включает в себя ресурсы Евросоюза. То есть мы работаем с партнерами, работаем с международными организациями, и как бы формат того, что мы должны доставать больше грантов со стороны, не только на государственном бюджете, то он в принципе начинает работать. Хорошо, вот мы говорим, что очень важно развивать промышленность, экономическую сферу. Вопросы культуры, они всегда остаются где-то на задворках государственных решений, каких-то принятий конкретных. Как вы думаете, как вообще менять эту ситуацию? Кто должен на нее реагировать? В чьих интересах это все? Ну, мне кажется, что это обоюдный процесс. Естественно, государство должно ставить какие-то приоритеты, но если мы будем делать это только со стороны государства, то общество, оно в принципе может пойти или нет. Это будет односторонним. Это должен быть диалог, и в процессе диалога, во-первых, это формат обучения. Потому что когда мы разбираем принцип, вообще понятие того, что такое культура, то мы всегда считаем, что культура – это какое-то направление, либо искусство, либо формат поведения, либо очень такие узкие какие-то форматы. Например, стереотип того, что из себя представляет грузинская культура, из трех слов можно определить – это кухня, это танцы, допустим, это курорт. Но кроме этого всего прочего, на самом деле, что происходит, какие действия происходят в культуре, и что на самом деле происходит в самой стране, мы не знаем. Культура, мне кажется, это скорее зеркало страны, которое отражает все, в принципе, все ценности, которыми живет самообщество. Поэтому понятие этого именно как раз должно приходить осознанно ко всем гражданам страны, в том числе и к политикам, в том числе и к рядовым гражданам. Хорошо, вот нелегкие моменты для Грузии, вот мы сравним просто с Украиной где-то. Как вы привлекали туристов, что делали, какие фестивали организовывали, что происходило в Грузии? Ну, мы и до этого организовывали какие-то программы параллельно с разными министерствами, в том числе и администрацией по туризму, и министерствами экономики, и другими министерствами, государственными структурами, и с частным сектором. То есть частный сектор, он очень активно участвует, в том числе и туристические компании. На данный момент сейчас планируется большая такая массовая программа на все 4 месяца в Грузии, в том числе, включая международных звезд, концертная программа. И все это, естественно, как бы идет в таком бонус-пакете вместе с турами по заповедникам, турами туристическими по разным местам. Так что это довольно-таки большая программа. Сейчас она называется «Чекин Джорджи». И в рамках этой программы будут у нас такие артисты, как Марон Фаев, Эрис Шамазотти, Робби Вильямс и так далее. В принципе, это довольно-таки уровень. Есть тот момент, что большинство граждан страны думают, почему мы тратим такие огромные деньги на привоз таких музыкантов, когда мы, в принципе, могли бы развивать местную, помогать местным музыкантам и местным представителям искусства и культуры. Но если говорить об экономическом факторе, то даже тот концерт одного из этих артистов, он в итоге оставляет довольно-таки много доходов именно в частный сектор, в первую очередь. И, естественно, уже потом в казну. Ну вот совет от вас. Как вы думаете, как нужно поступать в этом случае в Украине? Как нам поднимать свой уровень культуры? То есть о патриотизме мы говорим много, на действии получается, в действии получается не очень. Что бы сделать? Как бы все это вместе свести, чтобы получился хороший, достойный результат? Ну, мне кажется, что, во-первых, нужно разрабатывать системы и стратегии, потому что то, что мы сейчас делаем на данный момент, это только то же самое начало, потому что, конечно, эта программа концертов – это важно, но это, опять-таки, не долгосрочный результат. И если мы говорим о формате долгосрочного результата и действительно понятия развития культуры как таковой, то мы должны, естественно, думать системно и стратегически. Поэтому это реформа, это реформа, в первую очередь, государственных структур, поскольку, как и у нас, так и у вас, основной бюджет все равно культуры, но он идет в государство, если не считать частные деньги и какие-то фонды. Анна, спасибо большое за беседу. Приезжайте к нам еще, мы будем рады общаться, как-то будем делиться опытом, потому что мы молодые, нам еще так же трудно. Я думаю, опыт, он все равно бывает обоюдным, только односторонне, опыта нет. Спасибо большое.